Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Крачево-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. В связи с западными санкциями, с какими сложностями сталкиваются сегодня поставщики продовольствия на продукции, об этом речь шла на встрече в отделении партии «Единая Россия». Что самое вкусное вам дает? Котлета. Котлета самая вкусная? Полезная еда бывает вкусной, приучить детей к здоровому питанию намеренно в школах. Какой категории граждан коснется апрельская индексация пенсии? Разъяснение дали в пенсионном фонде Карачаева-Черкесии. Кавказ за наших. Общероссийский народный фронт при поддержке администрации Донбая провели самую высокогорную акцию в поддержку нашей армии. В условиях сложной геополитической ситуации в стране наблюдается рост цен на продовольственные товары. Как решить эту проблему, что влияет на ценообразование и с какими сложностями сталкиваются сегодня поставщики продовольствия на продукции, обсудили в региональном отделении партии «Единая Россия». Подробности у Олега Баташева. Задача сегодня у нас одна – определить те проблемы, которые влияют на эту цепочку, которая сегодня ведет к тому, что жители нашей республики ощущают на себе вот этот рост цен. Цель – выслушать проблемы, внести предложения по улучшению ситуации, выйти с законодательной инициативой в органы власти, встреча в формате диалога без надзорных органов и контролирующих организаций. Практика показала, что загонять бизнес, загонять торговлю, загонять производственников в какие-то рамки, оно потом отражается в дальнейшем. То есть это идет этап следующего возмещения. И то, что было упущено бизнесом, условная прибыль, она потом нагоняется. Поэтому мы как бы не сторонники ограничительных мер, но очень рассчитываем на понимание и на этику работы бизнес-сообщества. Главная проблема компании «Сатурн», производящей молочную продукцию – упаковка. Маркировка «Честный знак» приводит к увеличению себестоимости товара на 2 рубля. А еще из-за высокой процентной ставки невозможно взять кредит на развитие бизнеса, говорили выступающие. Наш основной поставщик упаковки, компания «Элопак», работает на европейском сырье. Это финский картон. На данный момент данная компания заявила о том, что она уходит с российского рынка. И получается, мы остаемся без упаковки одной из самых экологичных, на наш взгляд, с которой мы работаем. Директор коммерческого департамента агрокомбината «Южный» Шамиль Тамбиев отметил, что на 20% возросли расходы на транспортную логистику. Предприятие столкнулось с трудностями закупки семян из Голландии. Основная проблема Аркиншахарского сахарного завода – нехватка сырья, который они закупают у частных лиц. Кроме того, подорожали семена. Торговые сети «Магнит», «Пятерочка» и «Лента» не влияют на политику ценообразования. Их распределительные центры находятся за пределами республики. Проблем с поставками товаров первой необходимости нет. В ходе встречи были высказаны предложения сделать кредиты доступными для бизнеса, наладить работу с поставщиками напрямую, проводить выездные ярмарки в населенных пунктах республики на постоянной основе. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Общественная палата Карачаева-Черкесии провела выездной мониторинг в одной из школ республики. Тема – горячее питание. На этот раз они посетили учебное заведение в поселке Кавказском Прикубанского района. Что сегодня подают на стол школьникам, подробнее расскажет Карча Беджеев. Котлеты с пюре, свекольный салат и самое немаловажное в меню – суп. Первый прием пищи ребенок получает дома. В школе ученики обеспечиваются горячим питанием в зависимости от режима обучения. Учащиеся получают полноценное питание с учетом сезонности, калорийности, необходимого для нормального роста и развития детей. Так, совсем недавно в общественной палате Карачаевой-Черкесии прошел круглый стол на тему организации качества питания. А также в связи с ростом цен в стране необходимо проследить, как школы будут решать эти вопросы. Непосредственно на месте мы увидели, что действительно данная документация ведется. Мы увидели, что реальные действительно родители эти есть, что они получают эти продукты питания. Как организовано питание для особенных деток, да, для детей, у которых существуют проблемы со здоровьем. Но в данной школе нам ответили, что таких деток нет на данный момент. Но мы сейчас с представителем района будем обсуждать, как в других школах это происходит. И мы увидим в дальнейшем, когда проедет общественная палата, как решается вопрос в данном направлении. Школа в поселке Кавказский является единственной, где дети, обучаясь на дому, обеспечиваются горячим питанием. Так сказать, сухпайками. Образовательное учреждение учитывает все нюансы. В случае поступления ученика с хроническими заболеваниями, заранее проконсультировавшись с доктором, составляется специальное меню, а родительская общественность ежемесячно проводит контроль. То есть они тоже должны обеспечиваться правом бесплатного горячего питания. Но так как они обучаются на дому, наш директор принял такое решение, что детям раз в месяц выдаются сухпайки. И, наверное, в качестве обмена опытом к нам приехали эти органы, которые хотят посоветовать другим районам тоже перенять эту практику. Работники школы отмечают, что самое главное – сформировать у детей привычку к здоровому питанию и пониманию, что здоровая еда не только полезная, но и вкусная. Что самое вкусное вам дают? Котлеты. Котлеты самые вкусные? А вам каждый день котлету дают? Нет, не каждый. Не каждый день? Ну, дают. А что еще дают? Еще дают. А? Больше еще дают? Еще макароны. Еще и макароны дают? И с мясом. И даже с мясом. И нравится? И все-все нравится? Молодец. Я вижу, суп весь съел до конца. Кроме гречки. Кроме гречки. Гречка мне нравится, но она полезная. Дети – это будущее страны. Общественная палата продолжит работу по контролю за качеством питания в школах и поднимет другие насущие вопросы. Карчабиджиев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Поселок Кавказский. С сегодняшнего дня произошла плановая индексация пенсий на 8,6%. Апрельское повышение коснулось получателей социальной пенсии и выплат по государственному пенсионному обеспечению. Проиндексированные выплаты начнут поступать пенсионерам Карачаева-Черкесии с 3 апреля в соответствии с обычным графиком доставки. Кто именно попадет под повышение, рассказала заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбиева. Повышение коснется порядка 15 тысяч пенсионеров, проживающих на территории Карачаева-Черкесской республики. Повышение коснется получателей пенсии из числа детей-инвалидов, участников и инвалидов войны, граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльское и с гражданом, награжденным званием житель блокадного Ленинграда. Повышение будет осуществлено органами Пенсионного фонда в срок и согласно установленных графиков доставки пенсии с 3 апреля начнется выплата в штатном режиме. Завтра по мусульманскому календарю начинается месяц Рамазан. Благоприятный для всех верующих, он ознаменован ежедневным обязательным постом. В уразу мусульмане не только воздерживаются от еды и питья, но и стараются больше времени проводить с семьей, переосмыслить ценности. Священный месяц верующие усердно читают Коран, собираются в мечетях на коллективные молитвы и разговления, занимаются благотворительностью, участвуют в общественных мероприятиях. Рамазан каждому мусульманину нужно выплатить фитер, обязательную милостыню в размере 150 рублей. 2 апреля начинается первый Рамазан в 2022 году. Дай Аллах нам силы и здоровья держать его полностью, как предписано нам, Всевышним Аллахом. Каждый раз, когда приближается месяц Рамазан, мы всегда говорим, разъясняем людям садака выделять. Фитер, фидия, дай Аллах нам силы и здоровья, чтобы полностью держать этот месяц уроза. По окончании, иншаллах, разъясним, скажем, где, как начинается. Сейчас, алхамдул-лях, пандемия тоже закончилась, и уже все соберемся в мечетях, иншаллах. Ас-саламу алейкум, ва-рахмату-ллахи-та'ала, ва-баракату. МЧС предупреждает, в горных районах выше 1500 метров лавина опасна. И прогноз погоды от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днем 24-29 градусов тепла и местами 17-22. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 26-28 градусов тепла. С 6 по 9 апреля более 300 производителей и поставщиков мебели, комплектующих, фурнитуры, оборудования для деревообработки и мебельного производства на выставке ЮМИЦ. Найдите актуальные предложения для вашего бизнеса. Краснодар, Экспоград Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду ЮМИЦ на сайте ЮМИЦ.ру. Впервые в Кисловодском цирке с 12 марта. Московская шоу-программа «Джемелли». Информация на сайте циркус.дефискисловодск.ру. Телефон 2-96-58. Категория 0+. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки». С 30 по 3 апреля в Доме предпринимателя. Город Черкесск. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Сегодня в Домбай была организована самая высокогорная в России акция «Кавказ за наших». Организатором мероприятий в поддержку российских военных, находящихся на востоке Украины, выступило региональное отделение Общественного народного фронта. Вместе с общественниками на высоте 3200 метров над уровнем моря побывал и наш корреспондент Артур Махце. Акция, которая сегодня прошла на высокогорье Карачаево-Черкесии в поддержку российских военных, пожалуй, не имеет аналогов. Высота 3200 над уровнем моря. Группа горноспасательной бригады Домбая и специалисты из патруля горнолыжных трасс готовятся к массовому спуску по снежному склону. Так началось мероприятие, организованное региональным отделением Народного фронта и администрацией Куро. Народный фронт в Карачаево-Черкесской республике при поддержке местного населения проводит самую высокогорную акцию «Кавказ за наших». Сегодня вы видите, что мы поднялись на высоту 3200 над уровнем моря. И Домбай, всё население, ребята поддерживают наших солдат. Для обычного поклонника горнолыжного спорта спуск с трассы с дополнительным грузом сродни подвигу. Однако эти люди привыкли работать в любых условиях, помогать попавшим в беду туристам. А потому прокат с национальным флагом для них скорее почётная миссия. Таким был старт самой высокогорной акции в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на территории Украины. Далее у посетителей курорта и персонала предприятий «Общепита» была возможность присоединиться к мероприятию, чем они с удовольствием и воспользовались. Так представители всех работающих в горах организаций получили в подарок атрибутику «Кавказ за наших». Домбай за мир, но Карачаево-Черкесия за нас. Горно-спасельный отряд посёлка Домбай, от всего лица спасательной службы мы официально заявляем. Мы за вас, мы в любое время с вами. Мы вот здесь находимся рядом с границами тоже. И стараемся как-то, как можем помочь поддержать вас. Мы духом с вами, пацаны. Артур Мхц, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Домбай. В Черкесии продолжает свою работу рыбная ярмарка. Широкий ассортимент деликатесов по-прежнему доставлен в Доме предпринимателя на Горького, 8. На прилавках вы найдёте всё самое вкусное и полезное. Кижуч, белорыбец, оголец, чавыча, сёмга, горбуша, кита, скумбрия и селёдка. Также консервы и красная икра. Ярмарка будет работать до 5 апреля включительно. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»!